Доброе утро, дорогие друзья! Заканчивается недельная глава Вайгаш. В чем заключался упрек Йосифа? Я, Йосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Сказано, не смогли братья ему ответить. Написали нашим утреце, когда придет Всевышний и упрекнет каждого в соответствии с его уровнем, что он потерял, ради чего, как стыдно нам будет. Когда Всевышний скажет каждому, я, Господь, Бог ваш, которого вы продали, променяли службу мне, вместо того, чтобы учиться, использовать время, использовать данные вам силы не только на всякие ваши игрушки, но и на изучение Торы, на добрые дела, на какое-то улучшение духовности. А вы погрузились в материальность. Знаете, люди по-разному к этому относятся, разного понимают. Сын Хафицхайма построил дом рядом со скромным жилищем своего великого отца. Хафицхайм пришел к нему праздновать новоселье, увидел, что стены покрыты обоями. Подошел внимательно рассмотрел, потрогал и поцеловал пальцы, как это делают, когда дотрагиваются до святых книг. Сын удивился, отец говорит, да, действительно, это дом Торы. Сын обрадовался, а Хафицхайм продолжил. Первый раз вижу стену, покрытые листами геморрой. Ну, книгу. Присутствующие не поняли, стены покрыты листами. Он объяснил, обои стоят денег, а ради денег нужно трудиться. А работа требует времени. А в это время можно было выучить несколько листов геморрой. Вот и получается, что стены покрыты листами геморрой, которого вы продали. И не только за обои. Да, мы с вами, к сожалению, продаем в этом коротком пребывании на земле. Продаем того, кто нас сюда послал. Время – это деньги, написано в Америке. Евреи говорят иначе. Деньги – это время. Раф из Паневежеса рассказывал однажды, когда он учился вместе с Рафом Вассерманом в Калиле, который основал Хафицхайм. У них возник вопрос. Они стали изучать его и обнаружили, что есть одна редкая книга, которая занималась этим. Они помнили, что Хафицхайм упоминает эту книгу в своем сборнике. Они пошли к нему и говорят, что дай нам, пожалуйста. А он говорит, у меня ее нету. Когда я занимался этим законом, я взял ее взаймы у такого-то человека, а потом вернул его. Раф из Паневежеса удивился, но ведь вы занимались этими вопросами на протяжении нескольких лет. Почему вы не приобрели эту книгу? Хафицхайм неудовно на нее посмотрел, почему я не купил, потому что она стоит денег. Но ведь вы сами нас учили презирать деньги материально, сказал Раф. Хафицхайм улыбнулся и сказал, ну поймите, ради денег нужно работать. А на работу требуется время. А время – это и есть наша жизнь. Жизнь нужно тратить на поистине важные вещи. Учиться, делать добрые дела. И вот Раф из Паневежеса рассказывал с восхищением, что позднее, когда я оказался в Америке, собирая деньги на учреждение Тора, я услышал там вот эту пословицу «время – деньги». Для них главное – деньги. Для людей, погрушенных в материальный мир, главное – деньги. И время даже изменяется деньгами. А у Хафицхайма наоборот. Деньги – это время. Экономя на деньгах, можно приобрести немножко времени. И это время потратить на жизнь. И уже сказали наши мудрецы, преувношающие Тору умножают жизнь. Что это означает? Когда ты тратишь какое-то время для духовности, ты поистине рассчитываешься с Небесным Отцом. У нас нет, как всегда, два слова о Шаббате. Первая польза от Шаббата, мы должны сказать себе, в этот день я посвящу хотя бы немного времени своей душе. Если человек для начала субботы хотя бы просто 10 минут посвятит чему-то возвышенному, это он включает свою душу вот в процесс Шаббата. Если вы заняты и, к сожалению, пока не соблюдаете Шаббат, остановитесь на 10 минут в субботу. Сделайте это законом. Откройте книгу, прочтите что-то о духовных мирах. Вы подкормите свою душу. Посидите за столой с семьей, что-то сделайте. Вы не должны начинать сразу со всех запретов и резкой перекройки своего графика. К сожалению, это может не получиться. А вот небольшое действие в субботу положено, это уже совсем другое. Хороший бизнесмен это тот, который может на время отойти от бизнеса. И бизнес будет действовать без него. Если же работает все время, это плохой бизнес или плохой бизнесмен. Чем серьезнее бизнесмен, тем больше у него времени свободно. Бизнес работает на него. Надо начинать с 10 минут в субботу. Если ты, конечно, еще не ушел дальше. Сказано, не евреи спасают субботу, а субботу спасают евреи. Мы в субботу строим наш остров, свободный от суеты. На этом острове вырастает плантация плодов для нашей души. Вообще, чтобы вы знали, Бог очень уважает тех, кто заботится о своей душе. И дает им благословение на дела этого мира. Оторвав 10 минут сегодня от земных дел в субботу, и посвятив их Богу, мы получим духовную энергию из верхнего мира. И она сделает успешными наши дела. И в этом мире, и в следующем. Брахава от слаха, шаббат шалом, хорошего всего.